Здравствуйте, с Вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Марина стояла посреди дороги, промокшая, расстроенная и безуспешно пыталась разглядеть вдалеке хоть какой-то автомобиль. Шел мелкий дождь, дул пронизывающий ветер, место как назло неподходящее. Руки замерзли, прическа испортилась и настроение тоже. Ну надо же лопнуть колесо именно в этот момент. «Извините, ничем помочь не могу», – пожав плечами, сказала девушка, выглянув из маленького красного автомобильчика. «Я всегда в сервисе меня или мужа прошу». Время шло, но никто так больше и не проезжал. Оставлять машину в этом месте совсем не хотелось. Край дороги узкий, рядом тянется линия электропередач, да и вообще, время, вечер. Если колесо не поменять сейчас, придется этим заниматься завтра. А с утра запланированы две деловые встречи, после обеда нужно съездить к отцу». Марина посмотрела на себя в зеркало заднего вида. Макияж, по счастью, не пострадал. Влад любит, когда она такая, при параде, в облегающем платье, с красивой прической, накрашенная, эффектная. «Точно, Влад. Он наверняка потерял ее. Но почему не звонит, не пишет?» Марина попыталась дозвониться до жениха, но ее звонок остался без ответа. «Может, не слышат? Все-таки ресторан, музыка. Ладно, еще пять минут и вызываю такси». Решила она. Вдалеке показались две фигуры. Крупная мужская и маленькая детская. Марина вышла из машины, чтобы в последний раз посмотреть во все стороны, не едет ли кто-нибудь. Но дорога была совершенно пуста. И девушка открыла приложение такси и огляделась, пытаясь понять, где именно она находится. Колесо пробели. Прозвучал где-то рядом приятный мужской голос. Марина подняла голову и увидела перед собой небритого в грязной мятой одежде мужчину лет тридцати пяти. Он был осунувшимся, печальным, но совсем не походил на алкоголика или наркомана. За руку держал маленького мальчика, одетого теплее, но также неопрятно. «Да», – растерянно ответила Марина и нетерпеливо посмотрела на экран, где от точки ее местонахождения посылался сигнал, который в данный момент напоминал зов помощи на необитаемом острове. Она перетаптывалась ноги на ногу и постукивала пальцами по крышке телефона, как бы поторапливая таксистов. Но они ни в какую не хотели ехать на объездную. Видимо, вечером пятницы это неинтересный маршрут, ведь в центре города сейчас самый пик активности. «Хотите, помогу?» – предложил незнакомец. «А вы умеете?» – не поверила Марина. «Да запросто. Ну, если только у вас есть запаска, домкраты и ключи», – спокойно продолжал незнакомец. «Должны быть», – задумалась она. «Вот, посмотрите». Марина открыла багажник и предоставила мужчине самому разбираться с инструментами, а сама внимательнее всмотрела стоящего ряда мальчика. На вид ему было лет пять. Из куртки он явно вырос, а сапожки, наоборот, были ему велики. Из-под шапки выбивались светлые кудряшки. «Можете покасить машину, а я все сделаю», – найдя все необходимое, сказал мужчина. Марина с радостью вернулась в теплый салон. От сырости она вся продрогла. Одежда для свидания не очень-то подходила для прогулок в холодный осенний вечер. Посмотрела в зеркало. Незнакомец взялся за дело и работал довольно уверенно. Мальчишка стоял рядом, прижимая кулачки ко рту. «Садись в машину, погрейся», – предложила она ребенку, приоткрыв дверь. Он посмотрел на отца. Тот одобрительно кивнул. И паренек быстренько забрался на заднее сидение. В салоне приятно пахло новым. Светились кнопки, играла тихая музыка. Руки и ноги быстро отогрелись. Мальчик вообразил, что это суперавтомобиль, который бывает в мультфильмах и летает по воздуху. Марина еще раз попыталась дозвониться до Влада, но в трубке упорно шли гудки. Она сидела в задумчивости и постукивала пальцами по рулю. Автомобиль начал подниматься вверх. Девушка обернулась и дружелюбно улыбнулась ребенку. Тот сначала застеснялся, но потом ответил ей тем же. «Конфеты будешь?» – поинтересовалась она. «Держи». Марина достала из бардачка горсть шоколадных угощений, оставшихся после их недавней загородной поездки с женихом, для которой было закуплено много вкусностей. «Спасибо», – робко произнес он по-английски и сложил сладости на колени. Марина удивилась, что ребенок ответил на иностранном языке. А еще, она никогда не видела такой радости от обыкновенного шоколада. Наверняка этот мальчик давно не ел ничего подобного. У нее не укладывалось это в голове. В том обществе, где она жила, о потребности в еде даже не задумывались. Неужели кто-то еще может голодать в современном мире? Мужчина легонько постучал в стекло, давая понять, что дело сделано. Она вышла и взглядом оценила работу. Колесо стояло на месте. «Наконец-то можно ехать!» «Продиктуйте, пожалуйста, ваш номер», – попросила девушка, доставая телефон. «Какой номер?» – удивился он, открывая заднюю дверь и беря ребенка за руку. «Ну, чтобы я вам на карточку деньги перевела», – объяснила Марина, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу. Дождь усиливался, и ей хотелось как можно скорее поехать в ресторан. «У меня нет карты, и ничего не нужно, мне не трудно было», – беззаботно ответил мужчина, и уже пошел вперед, в ту сторону, куда они и направлялись двадцать минут назад. «Погодите», – окликнула его Марина, быстро перебирая банковские карты и визитки в портмоне, пытаясь найти хоть немного наличных. «Должно же я вас как-то отблагодарить!» «Не беспокойтесь, правда», – ответил незнакомец и снова зашагал по дороге, держа паренька за руку. Марина пожала плечами, села, завела авто и проехала мимо. Через несколько метров машина вдруг затормозила и дала задний ход. Поравнявшись с спутниками, она опустила стекло. «Как вас зовут?» «Алексей, можно просто Леша. А куда вы сейчас идете?» «Тут недалеко есть заброшенный дом, мы и там пока живем». «Леш, подождите!» Он остановился, а мальчишка спрятался за его спиной и с удивлением смотрел на женщину в дорогом авто. «Вы живете в заброшенном доме?» «Да», – спокойно ответил он. «Там же, наверное, ни света, ни воды», – удивилась Марина. «Да, так и есть. Но зато печка присутствует, так что можно согреться», – объяснил мужчина. Она порылась в сумки и протянула Алексею связку ключей. «Вот, возьмите. Это от моей квартиры, я сейчас напишу адрес». Пока она строчила на клочке бумаги свой домашний адрес, Алексей смотрел на ключи в руке и о чем-то думал. Одно по его выражению лица было видно точно. Он не слишком-то рад происходящему. «Я не могу это взять», – сказал он, когда Марина передавала ему бумажку. «Почему?» «Я продаю ее, там почти ничего не осталось, но сходить в душ, перекусить и выспаться можно», – объяснила она, а потом добавила. «Давайте это будет в счет моей благодарности. Вы меня очень здорово выручили. А приеду я завтра часа в два, так что успеете отдохнуть». Алексей посмотрел на мальчика, вздохнул, увидев его полное надежды лицо и согласился взять ключи. «Обещаю, мы ничего не возьмем», – заверил он. «Я не сомневаюсь», – улыбнулась Марина. «До завтра». «Ну что, идем? До туда где-то час топать, не меньше», – обратился Алексей к ребенку, когда машина уехала, и тот довольно покачал головой. Он так давно не спал в тепле и чистоте, не ел ничего сытнее шаурмы, что даже одна домашняя ночь была просто подарком судьбы. Пока они добирались, Марина наконец доехала до ресторана. Она посмотрела в зеркало, пару раз брызнула на себя духами и отправилась к красивому коричневому зданию с золотистой вывеской. Во всех окнах горел свет, внутри играла музыка, почти все столики были заняты. Марина вошла в зал, где ее сразу встретил официант. Еще до того, как он успел понять, к какому столику ее проводить, она уже заметила своего жениха и направилась к нему с крайним недоумением на лице. Влад сидел на диванчике рядом с какой-то девицей и оживленно что-то рассказывал. Его рука лежала на спинке дивана, как бы обнимая неизвестно откуда взявшуюся спутницу. Он не сразу заметил Марину, хотя та уже подошла и остановилась прямо рядом с их столиком. «Можно нам еще, вина, красавица!» – вальяжно обратился Влад и посмотрел на официантку, в кавычках. Улыбка на его лице резко исчезла, сменившись растерянностью. «Привет!» – произнесла она, и в голосе ее почувствовалось искреннее удивление. «Привет!» – запинаясь, ответил он и поспешно убрал руку с диванной спинки. «Я думал, ты уже не приедешь». И поэтому не отвечал на звонки. С искренним непониманием поинтересовалась Марина. «Звонки?» Влад взял телефон со стола и разблокировал экран. «Вот это да! Тут музыка, не слышно ничего». «Ну хорошо. И чем же ты тут занимался, думая, что я не приду?» – намекая на сидящую рядом девицу, спросила Марина и присела на диванчик напротив. «Да, знаешь, какая интересная история произошла!» – начал рассказывать Влад, бросив быстрый взгляд на спутницу. «Я собирался уходить, а тут заходит моя троюродная сестра. Сто лет не виделись и такая встреча. Познакомьтесь, Диана, Марина». Девушки обменялись взглядами. Марина заметила, что по лицу троюродной сестры пробежала усмешка. «Действительно интересная история», – недоверчиво ответила жениху Марина, ожидая, что он наконец отвлечется от дальней родственницы. Однако тот не собирался этого делать и продолжил сидеть на месте. «Какой столик ты нам бронировал?» Марина, конечно, уже не была настроена на романтический вечер, но ожидала, что Влад хотя бы опомнится и предложит ей сейчас же отправиться домой. «Этот!» – весьма беззаботно отрапортовал он, словно не собираясь никуда уходить. «Понятно», – подытожила Марина. «Я, пожалуй, поеду». «Как? Может, посидим, закажешь себе что-нибудь?» – наигранно взволнованно поинтересовался жених, делая вид, что не видит в ситуации ничего особенного. «Да нет, мне пора. Пока», – ответила Марина, медленно встала и направилась к выходу. «Завтра увидимся», – сказал ей вслед Влад, но она притворилась, что не слышала этих слов. Выйдя на улицу, Марина несколько минут простояла у машины, ожидая, что он выйдет, извинится и позовет домой. Но его не было. Дул сырой и холодный ветер. Было очень неуютно. Слезы текли по щекам вместе с каплями дождя. Она даже не могла объяснить себе накрывшее ее чувства, но оно сильно жгло изнутри. Ревность, злость, обида – все вместе. В какой-то момент она даже забыла, куда едет. Каждую минуту, вытирая слезы, Марина мчалась по сырому вечернему городу. Дворники не справлялись с дождем, который барабанил по стеклам. Все расплывалось перед глазами. Придя в себя, она испугалась, потому что поняла. Она не помнила, как доехала до парковки перед своим домом. Полчаса просидела в авто, положив голову на руль и вцепившись в него руками. Влад никогда не отличался чувствительностью и прямотой. Он вырос в богатой семье, привык добиваться своего и не видел ничего плохого в том, чтобы лгать ради большой цели. Марина все это знала, но никогда не думала, что однажды свои методы он применит и к ней самой. Воспоминания перенесли ее в тот момент, когда они впервые встретились. Марина тогда училась в университете и мечтала сделать блестящую карьеру дизайнера за границей. Полная грандиозных планов, она даже подумать не могла, что ее отец уже давно все решил за дочь. По его не менее грандиозной задумке, она должна взять в свои руки его строительный бизнес, выйти замуж за сына хорошего друга, с которым они уже много лет назад решили женить детей и прославить его фамилию. Сыновей, как и вообще других детей, у него не было. Так что наследство предстояло передать Марине. Конечно, это вызвало большой скандал в семье. Она знала, отец считает несерьезным ее образование, но тут он выдал ей совсем крамольную мысль. Оказывается, что образование – это просто блажь. И согласиться на нее его заставило лишь отеческое желание потешить детские увлечения дочери. О ней не разговаривали тогда почти полгода, пока оба не остыли после ссоры. К тому моменту Марине оставалось доучиться пару месяцев, и она усиленно готовилась к сдаче диплома. Ее рвение от счастья объяснялось желанием доказать отцу, что она всего может добиться и без его разрешения. Удивительно, но изменить все это смог всего один случай, если быть точнее всего одна встреча. Как-то приехав в офис отца, Марина неудачно наступила. Каблук вывернулся, и она непременно упала бы в своих белоснежных брюках и рубашке на дорогу, но тут, сзади ее кто-то галантно подхватил. Она обернулась и увидела рядом с собой высокого молодого человека, одетого в дорогой костюм. Он выглядел очень ухоженно. Казалось, все от ботинок до кольца на пальце было выбрано с идеальным вкусом. Им оказалось по пути. И все время до офиса и в лифте они мило беседовали. «О, привет, Владик!» — поприветствовал нового знакомого Марины ее отец. «Как папа?» «Приветствую, Сергей Аркадьевич!» «Хорошо, передавал вам привет!» — весело ответив тот, заметив, как удивлена Марина. Да, он оказался тем самым загадочным сыном друга, которого она возненавидела сразу, как только о нем узнала. Но неожиданное знакомство, не запланированное заранее и неорганизованное на одной из скучных отцовских посиделок, все изменило. Дождь все барабанил и барабанил по стеклу. Надо было подниматься домой. И Марина уже пожалела о своей излишней щедрости. Выставлять людей за дверь не хотелось, но и ночевать с ними в своей собственной квартире тоже странно. Наконец, она устала плакать. Вышла из машины и направилась к двери. Давно с ней этого не случалось. А тут вдруг вырвали наружу все накопившиеся чувства. И нежелание выходить замуж, подавленное стремление угодить родным. И обида на отца, который женился на женщине, старше Марины всего на пять лет и верил в ее искреннюю любовь. И ненависть к работе, не приносившей никакого удовольствия. Кажется, сегодняшнее событие в ресторане открыло ей глаза не только на жениха, но и на всю ее жизнь. Выходя из лифта, Марина сделала над собой усилие, чтобы заставить себя направиться к двери. В голове быстро метались мысли. Может, надо было снять посуточную квартиру? Поехать к подруге? К отцу? Нет, глупости. Так будет слишком много вопросов. Да и с утра ей нужно принять бодрый вид для важных встреч. В конце концов, она живет в большой квартире. И нет ничего страшного, если в одной из комнат переночуют гости. Алексей был удивлен быстрому возвращению хозяйки. По ее наряду и заплаканным глазам можно было легко догадаться, что намечалась какая-то встреча и прошла она неудачно. Я тут соорудил нам кое-какой ужин. Присоединитесь. Чистый и побритый он выглядел куда лучше. Даже помолодел. Ему нельзя было дать больше тридцати пяти. Глаза ярко-синие, темные волосы, крепкие руки, умело управляющиеся на кухне. В другое время Марина отказалась бы ужинать с незнакомцами, да еще и бездомными. Она бы заказала себе какую-нибудь еду и перекусила тихонько в своей комнате. Да что там. Она, возможно, выставила бы их на улицу. Не гостиница ведь. Но тут. На душе у нее было так темно и холодно, что перспектива остаться одной среди почти опустевших комнат казалась просто убийственной. Присутствие пусть и чужих, но людей хоть как-то рассеивало пустоту. Она все поглядывала на телефон, ожидая звонка Влада, но тот не звонил. И ей вдруг ясно представилось, как он уезжает из ресторана с этой новообретенной сестрой. Выдержать это было так тяжело, что Марина быстро настрочила сообщение. «Если тебе дороги наши отношения, приезжай прямо сейчас». Переоделась и отправилась на кухню. Влад на мгновение появился в сети, но сообщение не прочитал. От этого еще больнее кольнуло в груди. Неужели ему действительно все равно? А может, он уже много раз изменял, просто она не хотела этого замечать? Продуктов, кроме как для легкого перекуса, в квартире не было. Хозяйка собиралась на днях выставить ее на продажу, хотя сейчас об этом, конечно, не могло быть и речи. С грустной иронией Марина подумала. «Так вот почему ты так настаивал на моем переезде, чтобы деваться было некуда». Алексей, судя по всему, немного закупился и приготовил неплохой ужин из простых блюд. Марина уже давно не ела ничего подобного и была удивлена, насколько рада она этой незамысловатой гречке с горячими бутербродами из хлеба, помидора и сыра. Сначала вся компания молчала. Алексею было неловко из-за того, что они разместились в чужом доме, да еще и хозяйничают тут. Маленький Мишка стеснялся, но зато с радостью поглощал еду, наконец-то приготовленную не на старой печи в заброшенной избушке, а на кухне. Посуда была такой красивой, что ему представилось, будто у них случился какой-то праздник. Марине тоже было не до разговоров. Одна ее часть все еще верила в чудо и придумывала разное оправдание Владу, а другая ломала, крушила, сообщала родственникам об их расставании, отменяла свадебные договоренности, бросала в лицо несостоявшемуся жениху его дорогие подарки. «Мы, наверное, пойдем сейчас», — наконец произнес Алексей. «Почему?» — удивилась Марина. «На улице такая ужасная погода. Оставайтесь на ночь, вы меня не стесните». Мужчина взглянул на Мишу. Было понятно, что ему совсем не хочется быть приживалой, но ребенок заставляет его идти на уступки. Мальчишка с надеждой качнул головой, и отец ответил ему тем же. После ужина все разбрелись по комнатам. В спальне Марины оставалась кровать, шкаф и прикроватная тумба. А еще на полу гором озделось несколько сумок и чемоданов, которые на днях планировалось перевезти к Владу. Каждая мысль о нем доставляла боль. Все ближайшее будущее было связано с ним. Отец внес свою лепту и сделал новых родственников главными бизнес-партнерами. А это значит, что даже в случае расставания им придется регулярно встречаться. При мысли о неизбежности таких встреч Марина снова неслышно разрыдалась. Пока она лежала на кровати, обхватив подушку руками и слегка вздрагивая, до ее слуха донеслись странные звуки. По мужскому и детскому голосу можно было легко догадаться, что разговаривают ее гости. Но вот что они говорят. На миг ей показалось, что она сходит с ума, потому что в потоке речи Марина различила несколько английских слов. Интерес заставил ее вытереть слезы и прислушаться еще сильнее. Наконец, ее осенила мысль. По всей квартире стоят скрытые камеры наблюдения. Они достались и от бывшего хозяина, который почему-то был просто помешан на контроле своих родных. Подключившись, Марина прижала наушники посильнее к ушам. Гости действительно разговаривали на английском языке. Вот так бродяги. Из услышанного было понятно, что обсуждают они, стоит ли оставаться на ночь и не лучше ли уйти прямо сейчас. Через полчаса гости тихонечко засобирались, видимо решив, что хозяйка уснула. Уйти им, однако, не удалось. Потому что в прихожей их встретила Марина, раздосадованная тем, что и здесь ее ждал обман. «Куда же вы собрались? Хотели ведь остаться на ночь?» – спросила она. «Мы решили, что так будет безопаснее», – странно ответил Алексей. «Давайте поговорим», – настояла Марина. «Майкл, иди в комнату, поспи». Обратился он к мальчишке, и тот в припрыжку убежал, видимо, радуясь, что не нужно идти на улицу, где до сих пор шел дождь. Леша с Мариной отправились на кухню, чтобы поговорить о том, что происходит. «Не понимаю», – начала хозяйка, чувствуя, как у нее раскалывается голова. День выдался ужасный. «Вы что, какие-то мошенники? Почему вдруг решили сбежать, ничего не сказав?» «Нет, что вы, ни мошенники, ни воры, ничего такого. А что тогда?» «Мы скитаемся с Майклом всего пару месяцев». «Так он не ваш сын?» «Нет, я его случайно встретил на улице». Выяснилось, что Алексей с рождения до выпуска из школы прожил в детском доме. После поступил на переводчика, получил квартиру. Жизнь налаживалась, но, по незнанию, парень связался с мошенниками, когда оформлял документы. В итоге квартиру потерял и оказался на улице. Попытки как-то ее вернуть не увенчались успехом. Денег на юриста не было, да и бумаги. Он подписывал сам, добровольно, так что надежды не осталось. Учебу пришлось бросить. Первое время он скитался по знакомым. Пытался найти работу с общежитием, но без образования сделать это было непросто. В итоге стал перебиваться временными заработками. Работал дворником во время отпуска прежнего, жил в сторожках. Теперь от прежних мечтаний не осталось и следа. Жизнь катилась вниз, а шансов на ее улучшение оставалось все меньше. А тут еще мальчишка. «А Майкл откуда взялся? Как так вышло, что он оказался на улице?» Удивилась Марина, еще не успев обдумать предыдущий рассказ. «Я его в гаражах нашел. Думал домой отвезти, а тот ни в какую. В синяках весь голодный, одетый кое-как. Ну и взял его с собой. Скитаемся теперь вместе. А где его родители? Почему он сбежал?» Уже забыв о собственных страданиях, поинтересовалась Марина. Он с мачехой жил. Та его не взлюбила. Издевалась. А отец какой-то иностранец. Судя по всему, богатый. Из того, что мне Майкл рассказал, можно подумать, что он почему-то боялся умереть в свои последние дни. Заставил сына выучить адрес один. «Ну, хорошо. А почему ты его Мишей называешь?» Мы так с ним решили, чтобы ничего не объяснять. Мол, мы отец и сын, и все. Бездомные в ночлежках любят поспрашивать. «Понятно. Погоди, какой адрес?» Опомнившись, заинтересовалась Марина. Но узнать об этом ей не удалось. Потому что кто-то громко забарабанил в дверь. Они с Алексеем переглянулись. И девушка отправилась открывать, не понимая, кому это пришло в голову стучаться к ней так поздно. Когда открыла, то ее резко накрыло волной воспоминаний. Странно. Но события ее собственного вечера уже успели отойти на второй план. «Пустишь?» Пьяным голосом спросил Влад, держа в руках букетик цветов. «Нет, уходи», – брусила Марина, жалея о том, что сразу не посмотрела в глазок. «А че так?», – удивился он. «Ты не одна?» «Да не одна. Всего хорошего». Марина брякнула первое, что пришло на ум, и попыталась закрыть дверь. «Погоди, погоди. То есть я иду, думаю, что меня тут любимая заждалась, а она уже развлекается?» «Что?», – возмутилась Марина, забыв о двери. «Ты развлекался весь вечер с какой-то примерской девицей, а я должна тебя ждать и встретить с распростертыми объятиями? Ты не обалдел в конец-то, дорогой?» «А, вот как мы заговорили, да? Да и-ка я посмотрю, с кем ты тут!» Марина, покраснев от злости и возмущения, пропустила его в квартиру. Ей так хотелось отомстить, что она уже не думала, как это будет выглядеть и что вообще будет дальше. Пусть увидит, что она не одна, и не думает, будто весь ее мир крутится вокруг него. Глядя в спину жениху, она искренне не понимала себя еще день назад с радостью ждавшей свадьбы. В дверях кухни показался Алексей, видимо, почувствовавший, что может понадобиться его помощь. Марина с радостью отметила, что выглядит он внушительно и вполне даже симпатично. Так что Влад вполне мог принять его за любовника, а это как раз то, что ей сейчас нужно. Обида закипела в ней с новой силой. «Не понял!» – оглянулся Влад и бросил цветы на пол. «Ты че, реально не одна?» Марина подняла брови и слегка улыбнулась, давая понять, ей все равно, что он об этом думает. Трюк сработал, но тут же заставил ее пожалеть о сделанном. «Эй ты!» – Влад направился к гостю. «Пошел вон отсюда!» Поравнявшись с ним, он злобно посмотрел на Алексея. Марина, испугавшись, что будет, драка направилась к ним. Про себя с радостью отметила, что ее новый знакомый выше и крепче бывшего жениха, а значит, тот вряд ли осмелится его ударить. «Ты не расслышал, Олух?» «Я тебе сказал, пошел вон!» – не унимался Влад, высокомерно глядя на незнакомца снизу вверх. «Я думаю, хозяйка сама решит, кому уйти, а кому остаться». Словно угадав, какую игру Марина сейчас играет, спокойно произнес Алексей. Лицо Влада перекосило от злости. Он схватил ее за локоть и направил в гостиную, где в это время находился Майкл. Он раскрыл дверь и удивленно посмотрел на Марину. «Так у вас тут и дети уже имеются!» – саркастично заметил он и еще сильнее ухватился за руку, так что девушка даже вскрикнула. Ошеломленный мальчишка стоял перед ними, прижав руки к груди. «Так», – как бы подводя итог, сказал Алексей. «Вам, кажется, пора». С этими словами он схватил Влада за локоть и повел к выходу. Тот засопротивлялся. «Руки свои убрал?» – завопил он. «Да ты вообще знаешь, кто я такой?» «Тебе не жить просто! Завтра же тебя прикроют!» Голос за дверью стал тише. Вскоре Леша вернулся один. «Где он?» – осторожно спросила Марина. «Домой пошел?» – повеселил гость. На этом моменте было решено отправиться спать. Все так устали, что думать о чем-то уже не было ни сил, ни желания. К тому же вся эта сцена выглядела так глупо и абсурдно. Марину отпустило желание отомстить. И она уже жалела о своем поступке. Нужно было выставить Влада сразу, как он пришел, а не вызывать у него чувство ревности. Несмотря на мысли, заснули быстро, а наутро собрались за завтраком. И Марине впервые подумалось, что гости больше не вызывают у нее страха или подозрения. «Так что там с адресом?» – вспомнила она, когда Майкл, наявшись, побежал в гостиную, чтобы успеть посмотреть мультики. «Леснова, 25, корпус 1», – ответил Алексей будничным тоном. «А что там?» «Ничего, обыкновенный жилой дом. Мы несколько раз его обходили, но ничего такого не обнаружили». «А если посмотреть в ближайших городках или поселках?» – резонно предположила девушка. «А что?» «Это идея», – кивнул Леша. Марина взялась штудировать адреса. В ближайшем городке нашелся подходящий. Судя по данным навигатора, там находился банк. «Может быть, мне отвезти вас туда?» – предложила Марина. Она и сама заинтересовалась загадочной историей, так что даже на какое-то время забыла о своих встречах. Вспомнив, позвонила в офис и попросила перенести все на завтра. «Конечно, это означало пойти против правил папиной компании, где дела бизнеса всегда были важнее личных. Но очень уж захотелось поучаствовать в разгадывании тайны, да и после поступка Влада заниматься привычными делами пока не было сил». Пока шли до машины, Марина незаметно посматривала на своих новых знакомых и раздумывала, как бы им помочь. «Может, найти Алексею работу и жилье на первое время?» В этот момент раздался телефонный звонок. На экране высветилось изображение отца. Она была уверена, что он звонит без цели просто поболтать, потому что в последнее время Сергей Аркадьевич отошел от дел и почти не интересовался тем, что происходит в офисе. Но ее ожидания не оправдались. «Что там у вас происходит?» Громовым голосом начал отец. «О чем ты?» Не поняла Марина. Внутри росла тревога. «Кого ты привела в дом? Почему позоришь меня?» Вещал Сергей Аркадьевич. «Тебе Влад звонил?» Догадалась наконец она. «Да, он очень расстроен. И я его понимаю. Что это ты удумала накануне свадьбы?» «Пап, давай потом поговорим, мне сейчас ехать надо». «Нет, объясни мне сейчас же, что случилось!» Потребовал отец. «Пап, не слушай Влада, а? Я потом тебе все объясню. Заеду сегодня ближе к вечеру». Первые несколько минут Марина была вне себя от ярости. Ну надо же, нажаловаться ее отцу, да еще и так мерзко наврать. «Влад прекрасно знает, что папа болен, и ему не принесут пользы никакие переживания. Неужели он думал, что это поможет ему уладить ссору? Или специально хотел сделать ей больно?» «Нет, со свадьбы они явно поспешили. Ведь оказывается, Марина совсем не знает своего будущего мужа». Когда доехали до банка, чувства уже поутихли. И всех снова охватил интерес. Может быть, здесь их ждет разгадка истории Майкла? Сотрудники с подозрением смотрели на странную компанию. Шикарно одетую девушку, не очень опрятного мужчину и мальчика в одежде не по размеру. Но пришлось долго объяснять ситуацию, переводить слова работников банка Майклу. Марина только сейчас поняла, что все время со вчерашнего дня он не проронил ни слова. Кроме того момента, когда они собирались незаметно уйти. На имя ребенка был оформлен счет. Но чтобы узнать подробности, нужно было сообщить код. Марина с Алексеем растерянно переглянулись. Мальчик потянулся к старшему другу и что-то прошептал на ухо. Алексей повторил вслух. Пощелкав мышкой, сотрудница просияла. Радостно взглянув на Майкла, она объявила, что тот – самый настоящий богач. Отец-иностранец оставил ему огромное наследство, которого хватит на много лет вперед. В том числе на образование и жилье. Но получить его он сможет только после наступления совершеннолетия. Из банка все трое вышли в полном смятении. Это было настолько неожиданно, странно и в то же время радостно, что непонятно было, как реагировать. Кем был отец Майкла? Почему он оставил наследство таким таинственным способом? Ведь мальчик мог забыть адрес или код и тогда никогда бы не узнал об этих деньгах. Где вообще другие его родственники? Как бы там ни было, но до 18 лет этих денег не получить. А значит, нужно искать какой-то другой выход. Марина предложила им остаться у нее на какое-то время. Разобраться с документами, найти Алексею работу. Майклу нужно идти в садик, а значит, в любом случае придется отыскать его мачеху. Алексей с мальчишкой отправились в квартиру, а Марина поехала к отцу, чтобы объяснить произошедшее, но не застала его дома. Вместо него навстречу вышла его новая жена. Высокая блондинка, как всегда, стильно одетая, причесанная и накрашенная. «Где папа?» – нетерпеливо спросила Марина. Она с неприязнью относилась к этой Вике и была уверена, что та вышла замуж только из-за денег. «Его нет дома», – ответила женщина горделиво, но быстро опомнилась и изобразила на лице грусть. «Что значит нет? Где он?» Девушку взбесило, что на пути в ее собственный дом встала эта пиглица. Она попыталась пройти дальше, но Вика снова преградила ей путь. «Говорю тебе, его нет дома». В этот раз она изобразила что-то вроде слез, прикоснувшись платком к глазам. «Где папа?» – с расстановкой спросила Марина, уже не сдерживая злобы. «Он? В больнице!» – всхлипнула Вика. Матчерица оттолкнула ее и прошла в дом, направляясь в комнату отца. Там все выглядело так, словно в ней никогда не лежал больной. Стильный интерьер, идеальная чистота, никаких лекарств и книг, которыми в последнее время были заставлены все полки. «Что случилось? В какой он больнице?» – не оборачиваясь, спросила Марина, услышав за спиной стук каблуков. «Так я тебе и сказала. Из-за тебя ему стало плохо!» – холодно ответила Вика, но потом резко изменилась в лице и добавила «довольно и даже как будто злорадно». «Довела ты, Владико! Даже приходил жаловаться, бедняжка!» Марина выбежала из дома и, сев в машину, стала обзванивать всех близких друзей отца. Кто-то был не в курсе, кто-то не ответил, кто-то пообещал узнать. Видимо, это случилось совсем недавно, и толком еще никто ничего не знал. Пришлось набрать Владу, хоть и совсем не хотелось. Он, как и ожидалось, разговаривал обиженно и высокомерно, но тоже не оказался полезным в этом деле. Марина в тревожном ожидании отправилась домой. Леша с Майклом пили чай и о чем-то разговаривали, когда она пришла. Увидев их, почему-то очень обрадовалась. Если бы никого не было в квартире, она бы точно сошла с ума. Обзвонила несколько ближайших больниц и клиник, но нигде пациент с таким именем не значился. Только она собралась заново опросить знакомых, как один из них объявился сам. Старый друг Сергея Аркадьевича сообщил, что тот в критическом состоянии лежит в больнице. Ехать было минут сорок. Марина мчалась со всех ног. Она вдруг осознала, что ближе папы в ее жизни никого нет, несмотря на то, что они были так непохожи. Он – практик, во всем любит искать смысл и выгоду, а она – творческая натура, которой чувство дороже золота. Даже внешность у них была противоположная. Отец – крупный скопной черных волос, который сейчас уже коснулась седина. Карими глазами и грубыми чертами лица. Марина же была стройной, невысокой девушкой и очаровывала всех зелеными глазами и блестящей рыжеватыми волосами. В семье говорили, что она унаследовала эти черты от бабушки. Прибыв в клинику, дочь бросилась искать папу. У нее было очень плохое предчувствие. Встретившая ее медсестра не хотела брать на себя обязанность объяснять произошедшее и проводила ее в кабинет врача. «Марина Сергеевна», – осторожно начал он, видимо, подыскивая нужные слова. «Ваш отец давно болел, и мы с ним обсуждали, ну, в общем, обсуждали, сколько ему осталось жить». «Нет», – тихо сказала Марина, садясь на стул. «Нет». «Мне очень жаль». Она пришла в себя только через неделю после похорон. Все это время лежала почти не вставая и не могла поверить в реальность происходящего. Алексей уходил искать работу, а, вернувшись, готовил еду и приносил ей горячий чай. Майкл сидел тихо, хоть ему и было одиноко, а игрушек в квартире не было. Мальчик развлекался тем, что рисовал и листал журналы. Вернувшись на работу, Марина не сразу поняла, что произошло. Сотрудники суетились, появились новые лица. Зайдя в приемную, Анна застала секретаря за сбором вещей. «Ань, что такое? Ты куда?» «Меня уволили, Марина Сергеевна», – грустно ответила девушка. «Кто уволил? Ничего не понимаю». Растерялась ее бывшая начальница, и Анна кивнула в сторону кабинета. Зайдя, Марина была настолько шокирована, что первые несколько секунд не могла произнести ни слова. На кресле восседала Вика. Шикарный бежевый костюм, завитый в кудре локоны, обилие бриллиантов и золота. Внешний вид соответствовал ликованию на ее лице. Кажется, директор была счастлива от того, как ловко всех обыграла. «Что все это значит?» – спросила Марина. «Что видишь?» – ответила Вика, делая вид, что изучает отчетности. «По какому праву ты тут расселась и увольняешь моих сотрудников?» – разозлилась Марина. «По такому, что ты больше здесь не работаешь». Вика знала, чего хотела. Чтобы муж подписал выгодное завещание, ей долго пришлось выжидать подходящий момент. Он настал после прихода Влада, когда Сергею Аркадьевичу резко стало плохо. В таком состоянии он уже не мог выникать в смысл документов. Теперь его жена завладела бизнесом и недвижимостью, оставив настоящую наследницу ни с чем. Сил разбираться во всем и готовить иски в суд не было. Опустошенная и растерянная Марина развернулась, вышла из кабинета и тут же столкнулась с Владом. Он вальяжно направлялся к директору, держа в руках два стаканчика кофе. «Подлизываешься к начальству?» – съязвила Марина. «Не завидуй, дорогая!» – весело ответил он. И его бывшая невеста в очередной раз удивилась. «Как же он холоден к ней на самом-то деле! А ведь она действительно была уверена, что он ее любит!» Окончательно разбитое, Марина вернулась домой. Уже у парковки поняла, что что-то не так. Алексей бегал по двору и кого-то искал. «Майкл пропал!» – задыхаясь, сказал он, подбежав к Марине. «Я зашел на десять минут в магазин, а он тут на качелях остался сидеть. Возвращаюсь. Никого!» Этого еще не хватало. Отправились искать мальчишку. Но ни во дворе, ни за воротами по периметру его не было. Помогла разобраться миниатюрная бабушка, сидевшая на скамейке с пушистой собачкой на коленях. «К нему мужчина подошел», – рассказывала она. «Они поговорили и ушли вон в те ворота. А там к ним черная машина подъехала и увезла. Если бы я знала, что это чужой, то хоть голос бы подала. А так, он сам ушел спокойно». Отправились в ближайшее отделение полиции, чтобы заявить о пропаже мальчика. Конечно, это было крайне странно. Ведь никаких документов у них не было. И вообще неизвестно, искали ли родственники Майкла. Ведь он рассказывал, что мачеха его ненавидела. «Алексей Павлович?» – спросил полицейский с некоторым удивлением. «Да», – так же удивленно ответил мужчина. «Марина Сергеевна, к вам сейчас подойдет другой сотрудник, а мы пройдем в мой кабинет». «Хорошо, но в чем дело?» – испугалась она. «Ничего страшного. Некоторые формальности нужно кое-что проверить». С этим они удалились, оставив и без того расстроенную Марину в состоянии шока. «Если сейчас арестуют Лешу, она вообще останется одна?» После всех вопросов и выяснений, их обоих отпустили домой. Алексей выглядел загруженным и шел молча, а Марина не решалась спросить, в чем дело. Наконец, он заговорил сам. «Представляешь, меня, оказывается, родственники разыскивают. Это же здорово! А где они?» «За границей. И это еще не все. Отец Майкла приехал сюда уже с ним, когда тот был ребенком. Женился, а потом неожиданно умер. Так вот, он искал брата». Мужчина замолк. Видимо, то, что он узнал, требовало осмысления. Марина не торопила. Она обратилась к своему проверенному юристу и рассказывала подробности дела. Вечер провели в разных комнатах. Но, наплакавшись, она все же собралась, встала и отвлеклась на готовку. Это пошло на пользу не только ей, но и Леше. Он даже улыбнулся, когда входил на кухню, привлеченный аппетитными ароматами. Вообще, мужчина оказался очень приятным человеком, начитанным, отзывчивым и чувствительным. Два дня прошли в тревожном ожидании. Марина, хоть и не боялась за ближайшее будущее, все же начала размышлять, как дальше зарабатывать на жизнь. Алексей же чувствовал себя неловко, живя в ее квартире за ее счет. Но для себя решил, что вернет деньги, как только устроится на работу. Наконец, они не выдержали. Поехали в полицию, чтобы узнать, как продвигается расследование. И, как оказалось, сделали это вовремя. Все, что удалось выяснить, наводило на мысль. В деле похищения замешана мачеха. По камерам полицейские проследили движение автомобиля и определили владельца. Майкла под неизвестным предлогом выкрали люди, нанятые местным банкиром. Наняла ли его мачеха с помощью взятки или их связывало что-то другое, еще предстояло узнать. Главное, что в день исчезновения ребенка машина двигалась куда-то за город. Когда Майкл остался сидеть на скамейке и к нему подошел мужчина, он согласился поехать с ним не просто так. Незнакомец разговаривал на чистом английском и объяснил мальчишке, что того ищет папа. Он якобы не умер, а скрывается от бандитов и сейчас хочет наконец увидеться с сыном. Пока ехали по городу, похитители успешно играли свою роль. Но как только автомобиль прокатил по загородной дороге среди леса и полей, они перестали притворяться. Заговорили грубо и начали громко смеяться, радуясь успеху. Майкл хоть и не понимал все, что они говорят, но быстро понял – он в беде. Его привезли в заброшенную избушку в лесу и закрыли в маленькой темной комнатушке. Внутри было сыро, холодно, земляной полу стелала старая солома. Свет проникал только через несколько маленьких щелочек под потолком. Мужчины в соседней комнате шумели и гремели бутылками. Несколько дней ребенок питался только хлебом и водой, которые выдавали два раза в день. Даже ослабленный и напуганный он предпринимал попытки сбежать. Рыл землю, просовывал соломинки между дверью и стеной, чтобы приподнять засов, лез по бревнам наверх, где можно было увидеть окрестности. Но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Но однажды ему все же повезло. Похитители перебрали алкоголь и шумели громче обычного. Бросив пару кусков хлеба и бутылку воды на солому, один из них закрыл дверь, но забыл запереть ее на засов. Подождав, когда он уйдет, Майкл выглянул и увидел перед собой коридор. Дверь предательски скрипнула. Но мужчины были слишком увлечены разговором, чтобы это заметить. Мальчишка на трясущихся ногах прошел мимо двери, протиснулся в приоткрытую дверь и рванул на улицу. Пригнувшись, он обошел избушку. Вокруг находился лес. Мимо проходила лесная дорога, а рядом стояла та самая высокая черная машина, на которой его сюда привезли. Голоса и смех стали громче. Видимо, похитители решили выйти на улицу и направлялись к выходу. Майкл испугался и бросился бежать. Он мчал со всех ног мимо деревьев и кустов, пока не выбился из сил. Он, когда отдышался, понял, что рядом ни избушки, ни машины, ни дороги. Его окружал зеленый лес. Беспорядочно двигаясь туда-сюда, он окончательно запутался. Опускались сумерки. И голодному, испуганному ребенку предстояло остаться в кромешной тьме на всю ночь. В момент, когда он совсем отчаялся и заплакал, вдалеке показался огонек. Он приближался к нему. Майкл лег под дерево и свернулся калачиком, надеясь, что странная фигура его не заметит и проплывет мимо. Послышалось шуршание травы. Звук этот становился все громче, пока не затих где-то совсем рядом. Мальчик поднял голову и увидел перед собой два огромных старых ботинка. «Может, ты расскажешь все-таки мне, что тебе тогда рассказали в отделении?» – спросила Марина, когда они ехали на поиски Майкла. Она хотела узнать, что случилось, но Алексей был так молчалив, что до сих пор не решилась. Они сказали, что отец Майкла – мой брат. Я даже подумал, вот почему у меня такие способности к языкам, но пока принять это все не получается. Мне дали контакты родственников, и я могу в любое время с ними связаться. Пока они добрались до леса, похитителей уже успели схватить. Кто-то из них до сих пор был не в состоянии говорить и понимать, что происходит. Один из мужчин. Был очень напуган и дрожащим голосом пытался оправдаться. Мол, он не знал, что это преступная вся вина на нанимателе. Естественно, эти горе-преступники не знали, куда мог сбежать мальчишка. В полукилометры от избушки начинались болота. Так что, если он ушел туда, шансов найти его живым немного. Чтобы отыскать ребенка, пришлось предпринять очень много усилий. Привлечь спасателей и добровольцев вызвать два вертолета. Обыскивали лес, разделившись на группы. К вечеру, одной из групп, в которой оказались Марина и Леша, повезло встретить на пути маленький домик, похожий на убежище лесника. Вышедший мужчина в зеленом костюме охотника очень обрадовался гостям, потому что не знал, как ему поступить. Это был невысокий человек с добрым лицом в веснушках и рыжими волосами, которые, несмотря на возраст, не посидели, оставшись такими же яркими. Вскоре на место подоспели спасатели и полиция. Они опросили отшельника и обратились к Марине с Алексеем, чтобы те подтвердили, что найденный в лесу мальчик – тот самый Майкл. Услышав фамилию и имя девушки, неизвестно, почему живший в лесу мужчина встал, как вкопанный. Он следил за ней все время, что они были там, так что она это заметила и начала его сторониться. «Извините», – обратился он, когда все собрались разъезжаться. Марина подошла и с подозрением посмотрела на отшельника. «Вас зовут Марина?» «Да». «А вашего отца, Сергей Аркадьевич?» «Да». Она слегка нахмурилась, пытаясь вспомнить, не видела ли когда-нибудь этого человека. «Это поразительно». Мужчина отошел к дому и прислонился к стене. «Что с вами?» «Все хорошо», – тихо ответил он и, словно любуясь, посмотрел на Марину. «Мне пора». Ей совсем не хотелось разбираться в странном поведении отшельника, и она решила просто развернуться и уйти. «Погодите», – попросил он. «Вы очень похожи на свою мать, хоть и не видели ее никогда». «Вы ошибаетесь. Я совсем не похожа ни на маму, ни на папу». «Нет, очень похожи, только волосы мои». «Что вы такое говорите? Мне пора», – повторила она. Речи странного незнакомца показались ей просто бредом. «Останьтесь хоть ненадолго, пожалуйста, я расскажу все». Марина обернулась и увидела, что Леша стоит в обнимку с ребенком. Она подошла к ним, тоже обняла Майкла. Тот в ответ улыбнулся и крепко прижался к ней. «Мне нужно поговорить с тем мужчиной», – она кивнула в сторону отшельника. «А потом сразу поедем». Живущего в лесу одиночку звали Федором. Он вынес из своей избушки два помятых снимка и протянул их Марине. На них была изображена красивая стройная девушка. На одном фото ей было не больше восемнадцати, на другом – ближе к тридцати. Невозможно было не заметить сходство между ними. Тот же нос, те же зеленые глаза, та же форма бровей. «Кто это?» – удивленно поинтересовалась Марина. «Моя жена. Наденька. Она умерла вскоре после твоего рождения. Ничего не понимаю». «Я попробую объяснить. В девяностые мы с Сергеем начинали бизнес, но прогорели. В общем, я доверился ненадежным людям, а пострадали мы оба. На суде я взял всю вину на себя. Мол, это я схему мошенническую придумал, а Серега ни при чем». «Надя на тот момент уже умерла, а тебя бы просто отправили в приют. Вот я и попросил его забрать и удочерить тебя. Сидеть мне было долго, так что ты бы уже повзрослела». После некоторого молчания он продолжил. «Я обещал Сергею не говорить никогда об этом. Но тут увидел те... вас. Сложил дважды два и не удержался. Вы уж ему не говорите, чтобы не обозлился на меня». «Папа умер недавно. Он давно болел. Можете на «ты», как удобно». Мужчина опустил глаза и вздохнул. Может быть, он надеялся еще и повидаться со старым другом. «Приезжай, если захочешь. Или я могу в город приехать навестить. Посидим где-нибудь». Марина пока не знала, как ей на все это реагировать. Они ехали спасать ребенка. А до этого она похоронила отца и потеряла бизнес. Моральных сил просто не осталось. Через несколько недель Федор, как и обещал, приехал в город, чтобы повидаться с дочерью. Марина поначалу держалась холодно, но потом расслабилась, разговорилась. Она видела свои черты в нем. И это было удивительное ощущение. Вообще, время после спасения Майкла стало изматывающе насыщенным. Не было времени отдохнуть и принять новую реальность. Приходилось действовать быстро и решительно. Накопленные за годы работы деньги, Марина направила на развитие нового бизнеса. Только в этот раз она решила вложиться не в строительство, которое так ценил папа, а в услуги дизайнера интерьеров. Кажется, после всех пережитых страданий она поняла, что лучшего времени для исполнения желаний, чем сейчас, у нее не будет. Алексей устроился на работу переводчиком. И был этому очень рад, потому что денег требовалось немало. Чтобы усыновить Майкла, он должен был найти жилье и получать стабильный доход. При отсутствии опыта и связи это было бы очень трудной, почти недостижимой задачей. Но Марина не зря всю жизнь провела в среде успешных и обеспеченных людей. Друзья Сергея Аркадьевича могли помочь почти во всем, что касалось бумаг и подписей. Мачеху Майкла задержали. Она оказалась брачной аферисткой, обманом переписывающей себе имущество мужей. В этом случае ей почти ничего не удалось украсть. Но за предыдущие преступления женщине грозило тюремное заключение. После выступления на суде в качестве свидетелей, Марины и Алексей больше ее не видели. Живя в бешеном ритме, Марина списывала свои приступы слабости и тошноты на ранние подъемы и быстрые перекусы. Но после того, как она упала в обморок, подходя к машине, все же пришлось идти к врачу. Оказалось, она ждет ребенка. И не одного, а двух. Судя по срокам, их отец Влад. Но рассказывать ему об этом ей совсем не хотелось. Алексей сразу все понял. На тот момент он уже встал на ноги и был готов обеспечивать семью. А за последний месяц они с Мариной стали очень близкими людьми. Предложение и свадьба случились как-то между делом, как само собой разумеющееся событие. Но даже так они стали для всех троих очень важным и незабываемым днем. Однажды, когда живот уже был хорошо виден, Марина столкнулась в торговом центре с Владом. Он первым делом оглядел ее, и на его лице изобразилось искреннее удивление. «Ребенка ждешь?» – спросил он. «Жду», – ответила она, всматриваясь в него. Небритый, мятая рубашка, кроссовки, в руках одноразовый стаканчик кофе. «А от кого?» «От мужа». «М-м, молодец! А кто муж?» «Очень хороший человек. А ты как живешь?» «Хорошо», – звучало неубедительно. Весь внешний вид его говорил о том, что дела идут скверно. Потому что раньше он всегда выглядел стильно. Строго следил за прической, одеждой и парфюмом. И чуть ее не подвело Марину. Встречаясь с Викой, вдовой Сергея Аркадьевича, Влад надеялся занять высокую должность в компании и перестать зависеть от отца. Но та не спешила делиться деньгами и положением. Ее вполне устраивало наличие молодого, симпатичного и зависимого от нее любовника. Правда, с руководством и распределением денег она не особо справлялась, тратя невероятные суммы на поездки и дорогие побрякушки. История о ребенке и новом муже не удовлетворила Влада. И он занялся тем, что начал узнавать через знакомых подробности личной жизни Марины. Неизвестно, что ему удалось выяснить, но больше он не появлялся. Когда родились близнецы, вся семья очень радовалась. Сразу двое хорошеньких мальчишек. Даже новоиспеченный дед Федор собрался переезжать в городскую квартиру вместо своей избушки, чтобы почаще видеться с внуками. Правда, буквально через день радость сменилась горем. Один из мальчиков умер, так как, по словам врача, родился слабеньким и целые сутки провел в реанимации. Чтобы это пережить, Марине понадобилось много времени. Но годы шли. Сын, которого в честь приемного отца Марины назвали Сережей, вырос веселым и шустрым. Майкл научился говорить по-русски не хуже сверстников, по-братски любил малыша и даже учил его английскому. Так Марина и Леша стали родителями двух мальчишек и просто отлично вжились в эту роль. Начатый с нуля бизнес постепенно расширялся, так что семейной паре пришлось объединять усилия. Алексей был незаменим в отделе работы с иностранными клиентами. Теперь его было не узнать. Однажды, приехав в офис позже обычного, Марина заглянула в переговорную комнату и невольно залюбовалась мужем. Довольный и уверенный в себе, он объяснял потенциальным клиентам суть и преимущество работы их компаний. Она вдруг поняла, что может спокойно возвращаться обратно домой, отпустить няню и самой посидеть с разболевшимся сережкой. Наконец-то можно было расслабиться и больше времени посвящать семье и детям. Но период спокойствия снова продлился недолго. Квартира Марины была тесновата для их семейства. К тому же, они договорились пригласить к себе ее отца, поэтому требовалась дополнительная комната. Федор оказался очень хорошим, добрым человеком, который всей душой полюбил внуков, не разделяя на своих и чужих. Он учил их мастерить кормушки, читал сказки и, конечно же, покупал подарки. Словом, был замечательным дедушкой, и дети обожали проводить с ним время. Придя из новой школы, первоклассник Сережа рассказал маме какую-то невероятную историю. «Ну, так бывает, сынок, люди похожи», успокаивала его Марина. «Да нет, мам», продолжал настаивать Сергей. «Он как я». «Ладно, завтра на выступлении увижу твоего двойника», улыбнулась Марина. Рассказывая мужу об этом, она даже посмеялась. «И вот, целый вечер меня доводит этой историей, говорит, что все одноклассники на него смотрят как на чудо». Впрочем, когда она зашла в класс и вместе с другими родителями разместилась на стульчиках для зрителей, ей стало не до смеха. Среди выступающих действительно был мальчишка, как две капли воды, похожие на ее сына. Те же непослушные волосы, тот же нос и разрез глаз. После выступления устроили чаепитие, и все дети сели вместе с родителями, но тот мальчик сидел один и скромно пил чай, ничего не беря со стола. «Он ничего не принес, и Машка сказала ему, что он не будет с нами пить чай», шепнул Сережка маме на ухо, заметив, на кого она смотрит. Марине стало очень неловко. Ей хотелось пожалеть мальчика, но, по счастью, классная руководительница тоже заметила ситуацию и придвинула вазочку со сладостями ученику. «Дима, бери конфетки», предложила она. «Спасибо», чуть слышно ответил он, и робко взял маленькое угощение. После мероприятия, когда все столы были поставлены на места, а кружки вымыты, родители разошлись. В классе осталась учительница, Марина и Сергей. «Иди пока в раздевалку, я минут через пять спущусь», попросила она, и тот, взяв портфель, ушел переодеваться. «Людмила Викторовна, я хотела с вами поговорить», начала Марина. «Дима, кто его родители и почему он сегодня был один?» «У него отец пьет», тихо ответила та. «А мать то ли ушла, то ли и вовсе никогда не занималась ребенком. Он в столовой не ест, в театр и кино с нами не ходят, вообще денег ни на что отец не дает. Мы уже думаем с психологом привлекать полицию, чтобы с этим разобрались. Он, конечно, здорово на вашу сережку похож, и я никак не могла класс успокоить, когда он в первый день пришел. Всем было интересно, как это так?» «Я тоже», призналась Марина. С тех пор мальчик не выходил у нее из головы. Сережа, сам того не понимая, подливал масло в огонь, рассказывая в подробностях, как Димка в очередной раз пришел без сменки, а на уроке ИЗО сидел без красок и альбома. Не выдержав пытки, Марина все рассказала мужу. Алексей, как всегда, отреагировал спокойно и развеял все ее страхи. «Так давай съездим и поговорим с этим мужиком, заодно и выясним, откуда такое сходство с Сергеем». Они поехали днем, пока дети были на уроках. Адрес удалось выяснить в школе, а остальное – дело техники. Нашли нужный дом, поднялись на четвертый этаж, постучались в дверь, за которой сразу что-то грохнуло, будто уронили кастрюлю или сковородку. Последовавшая ругань за этим подтвердила. Хозяин дома. После нескольких звонков мужчина, наконец, открыл дверь и уставился на гостей. Марина сделала то же самое. «Маринка, ты что ли?» обрадовался он. «А отец Димы где?» заметив растерянность жены, строго спросил Леша. «А что, он опять там что-то наделал?» возмутился мужчина. «Откуда у тебя сын?» резко помрачнела Марина. Кажется, она готова была напасть на него в ту же секунду. Влад был пьян. И добиться от него хоть какой-то здравой мысли было невозможно. Неизвестно как, но история странного сходства больше не казалась случайной или выдуманной. Семья начала распутывать эту нить. И с трудом выяснилось, что тогда, семь лет назад, врач был подкуплен Владом и выдал умершего отказняка за сына Марины. А второго близнеца отдал ему. После того, как Вика выгнала Влада, он не справился со своей жизнью. Разругался с отцом в пух и прах, устроился на работу простым служащим и много раз пожалел о своем спонтанном решении выкрасть ребенка. Забрать двоих у него не получалось, поэтому близнецы были надолго разлучены. Узнав об этом, семейная пара не раздумывая инициировала расследование. Тест ДНК подтвердил родство с Мариной. Для работы с мальчиком наняли хорошего психолога, который должен был подготовить его к непосильной для малыша информации. Однажды, придя в школу, Марина позвала Диму пойти с ними. На улице их ждал Алексей. Вместе они рассказали детям историю их рождения, конечно же, делая скидку на их возраст. Дима переехал к ним и стал обладателем отдельной детской. Несколько недель он относился ко всем с осторожностью, словно боясь, что его обидят или предадут. А спустя месяц, укладывая детей спать, Марина зашла в спальню Димы, поцеловала его в щечку и пожелала спокойной ночи. Впервые он не отвернулся молча к стенке, а крепко ее обнял. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравился история, надеюсь на вашу поддержку кнопкой палец вверх. Спасибо и всего доброго.